Успешно овладеть новой профессией за несколько дней. Это реально? На своем опыте в который раз в этом убеждаются ведущие радиошансон. Сегодня в рамках совместного проекта с каналом РЕН-ТВ «Могу» ребята продолжают учиться мастерству кадастрового инженера. Что из этого получается, узнаете прямо сейчас. Дождь, снег или зной? Не имеет значения для кадастровых инженеров, которыми решили стать радиоведущие шансона Никита Данилов и Екатерина Морозова. Ориентироваться по картам они уже умеют. Сегодня профессионалы из Восточно-Сибирской геодезической компании будут учить их работать в поле. Сначала нужно найти геодезический пункт. Смотрим, смотрим. Какие варианты? Есть вариант, конечно, с флагом, но он французский. Второй вариант Никиты – 10-метровая вышка, и он правильный. Именно под ней находится металлическая метка с определенными координатами – отправная точка всех измерений. Молодцы! Кто нас угадал сегодня? Вручаем торжественно волшебный инструмент «Лопата». Перед вами пункт государственной геодезической сети, а именно пункт триангуляции четвертого класса. Пройдемте, будем откапывать. Чтобы откопать, нужно еще дойти. Но с обувью один из будущих кадастровых инженеров явно прогадал. Бегать придется много. С оборудованием. Тяжелое Никита берет на себя. Это штатив и тахеометр. Прибор для измерения расстояний и углов. Екатерине достается вешка с отражателем. Грамотно все установить и включить помогает опытный кадастровый инженер. Теперь отсюда можно рассчитать расстояние до любой точки в зоне видимости. Достаточно поставить в эту точку вешку. Следующее. Ему легко говорить, он на одном месте стоит, а мы тут по полям бродим. Бродить нужно грамотно. Знать, куда ставить вешку. И держать ее неподвижно и строго вертикально. Несмотря ни на что. Нелегкая эта работа. Измерять участки. Измерение с высоты в 20 метров еще труднее. На другом пункте Екатерина уже сомневается. Хочет ли она стать инженером? Вижу Москву. Успехом ребят наставники рады. Такой выносливости, особенно от девушки, они не ожидали. Зачет. Прибор весит 10 килограмм. Катя молодец, справилась. На себе дотащила, наверх залезла. Приняли все сигналы от нашего геодезиста с вышки. Предварительно установил самостоятельный прибор. Я думаю, что отлично и пора пить, ехать чай. Согласна. Теперь еще всю эту красоту нужно перенести на бумагу. Все верно. Фиксировать измерения тоже дело не из легких. Но это отдельная история, которую мы обязательно расскажем в следующей серии проекта «Могу». Евгений Шоев, Влада Рыбакова, Михаил Глызин. Новости по будням.